Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Сегодня на сессии областного совета депутатов затвержена инвестиционная программа Гомельской области на этот год. На поддержку навыководоследствий работ в селе в регионе плануется выдатковать 17 миллионов рублей. Гомельская область – род лидеров Украины по знижению количества пожаров и загинувших на их людей. Национальный колорит, традиции и сучасность у Гомеля открылась в выставе «Дипломник-2016». А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 лютого проведет встречу с представниками громадкости, белорусских и замежных СМИ. Мероприемство пройдет в поширенном формате под агульной назвой «Великая размова с президентом». У им проймуть удела мальчатыры десятки журналистов. Запрошены и шматлики эксперты, які таксама проймуть уделу диалогу по наибольшь актуальных темах. Промая трансляция сустречы почнется у 10 годин 3 лютого. Она будет вестися по телеканалах «Беларусь-1», «Беларусь-24» и первым национальным каналом Беларуського радио. До других тем, на сессии Гомельского областного совета депутатов сегодня подведены выники реализации летней инвестиционной программы и затверждены основные на керунке выкористания бюджетных сродков в этом году. Сярод приоритетов – объекты жильево-коммунальной господарки, оховы здоровья, сельско-господарчика призначения. Повысить эффективность выкористания сродков областного бюджета на потребы капитального будауництва и сконцентровать их на наибольшезначных объектах. В минулом году на реализацию областной инвестиционной программы плановалось накеровать амаль 118 млн. рублей, але в реальности гэта личба казалась амаль на четверть больше. Гэта стала махчимым у вынику реализации областного бюджета и додаткового выделения сродков. По этой же причине селетняя сумма – 131 млн. рублей на сессии, названная некончатковой, и она на протягу года может быть так само повялишена. Самые значные расходы в рамках инвестиционной программы продугледжены на будауництво объекта у сферы жилево-коммунальной господарки и реализацию мероприемства по охове новокольного асяродзя. 14 млн. рублей пойдет на реконструкцию малышно-товарных ферм и будауництво новой птушкафабрики у Ветковским районе. А прочитавось арод прайоритетов программы – реконструкция дитячей областной клиничной больницы у Гомеле. Далее, что в минулом году на этот объект было накировано свыше 24 млн. рублей, в 5 разов больше запланованного. В целях улучшения качества медицинской помощи населению настоящая программа предусматривается направить 20 млн. 100 тыс. рублей. За счет данных средств будет продолжаться строительство объекта реконструкции с детской областной клинической больницы в городе Гомеле, строительство, которое начато в соответствии с поручением главы государства. 17 млн. рублей плануется выдатковать в этом году и на поддержку науково-доследших работ. Отповедные сроки, продугледженные в инновационном фонде Гомельского обл. ВКНКМА. Об интеллектуальном потенциале региона ишла размова по час семинара для представников прессы, организованного Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молодости Гомельского обл. ВКНКМА. И мы протягиваем вас с перспективными распроцовками гомельских науковцев. Гомельский науково-технический центр комбайна «Будование» сегодня означает 70-х годовый юбилей. Начинали с невеликого конструкторского бюро, теперь тут распроцовывается техника опошних поколений. Это не просто сверджение. У Гомеля уважливо сочет за достигнениями конкурентов. Конкуренция жесткая и мы готовы к этой конкуренции. Мы следим за своими, скажем, основными фермами, которые работают в образе техосмашиностроения. Бываем на выставках, бываем на полевых испытаниях. Проводим весь комплекс работ для того, чтобы техника Гомельмаша и тех совместных предприятий, с которыми мы работали, было достойно представлено на рынке и нашла своих покупателей. Комбайн на газовом руховику по заказу «Газпрама» – специальные варианты сборных уборочных машин для краин Африки и початка уборочной машины для Российской Федерации. Это только некоторые практичные накерунки, которыми сегодня занимаются в Гомельмском центре комбайна «Будование». Одночасовая распроцовка сучасных узоров для Гомельмаша и Айчинного агропримыслового комплекса – значная увага экспорту. Новое направление – это хлопкоуборочные машины, это початкауборочных комбайнов, это модельный ряд косилок самоходных. Это модельный ряд прицепных картофельно-уборочных комбайнов новых поколений, а также и зерноуборочные машины, как для регионов Азии и Казахстана, это небольшой производительности, 5 кг в секунду мы создали машину 575, так и более крупные машины, которые уже в этом году находятся в производстве на Гомельмаши. Гомельский технопарк – подтверждение того, что макропоспехов сегодня могут достигнуть не только буйные конструкторские бюро, а также производственники микробизнеса, сирот-партнеров, резидентов парка, производственники 20 краин света. Причем распространение компаний, сколько работающих у всего у некоторых человек, часто запотребованы промысловыми гигантами. Гомельский технопарк позиционируется как территория инвестиционного бизнеса. Главная задача – это помочь резидентам в практической реализации распространения. Сегодня технопарк предоставляет свою площадь больше 20 компаний. Почас пресс-конференции, организованной Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молоди, размова об перспективах науково-доследчайшей деяности у регионе, у гэтом годзе инвестиционный фонд Гомельского Абруканкама запланованный у померы 17 миллионов рублей. За кошт гэтых сродков будут финансоваться проекты, які маючь на увазе укранение технологий новых для республики, тё увогу десу светной экономики, плюс потребка технопарку по выпуску экспортно-ориентованной продукции. Наши резиденты демонстрируют хорошие темпы роста экспорта, причём экспорта услуг. За 2016 год объём экспорта состоял почти 2 миллиона долларов. Считаю, что это достаточно серьёзные результаты, если учитывать, что, как правило, резиденты технопарка – это небольшие компании, которые самостоятельно реализуют свои проекты. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск «Гомельш» на один из лидеров Украины по знижении колькости пожаров и загинавших на их людей. Головные выники работы в минулом году сегодня огучили на областной коллегии МНС. Высокую позицию регион займает другий год Запору. В 2016 году колькость пожаров снизилась больше на 9%. При этом на их не загинуло ни одно дитя. Пожарные оповершальники выратывали 39 жития у темлику 5 дитячих. А вот сами выратывальники сберегли от трагеды больше, как 100 человек. Подтримание высокого профессийного узровня супрацовников, нагляд за выконанием законодавства об пожарной беспеции и профилактика всё это разом и дозволило полепшить статистику. Особная роль належит надзиральным комиссиям. За 5 годовых работы колькость сгорания в регионе знизилась амалю двоя. На сегодняшнем этапе говорить уже новая форма, она разработана и внедрена. И в этом году это в первую очередь где произошла трагедия, в каком районе. Туда выезжают все областные субъекты профилактики. Они дают оценку каждой деятельности каждого районного субъекта профилактики, заслушивают их. Если видна недоработка, то соответствующие меры реагирования как должностным лицам, так и недопущение этих всех трагедий, они применяются на местах. Головной причиной возникнения пожаров по-ранейшему застаётся неосторожное обыходжение за огнём прикурением. Наступные у рейтингу – порушение правилов корыстания пяшным отяплением и электроприборами. А наибольшей частыми охвярами властной неосторожности становятся непрацующие и пожилые люди. Рызаку возникнения надзвучайных ситуаций повышают морозы. Супрацовники МНС вертаются до насильства с просьбой быть осторожными и выполнять правила пожарной безопасности. Ознайомиться с творчостью молодых мастаков и дизайнеров, запрашая властный громадско-культурный центр. У выставочной зале размещена экспозиция работ выпускников Гомельского мастацкого колледжа. История проведения выставы под назвой «Дипломник», наличная больше за 20 годов. Классичная школа, творческие пошуки, традиции и сучасность – всё это можно убажить в работах молодых мастаков. В экспозицию включают самое лепшее – всё это 10 живописных творов и 15 дизайнерских работ. Союз между днём и ночью, добром и злом, чёрным и белым. Вот здесь видно, что мифологические персонажи, а в центре – это как обычный человек. Основано на славянской мифологии. Многие ауторы этих работ зараз протягивают свою профессийную адукацию в высшайших научальных установах. Академия мастацтва и Университет культуры что год пополняются выпускниками Гомельского колледжа. Каждый ребёнок был интересен по-своему. И мне кажется, что очень удачно пришли к дипломным проектам. Хорошие результаты получили и замечательные оценки комиссия выставила. Ребята росли вместе со своими дипломами. И я думаю, что эти работы уже являются началом творческого пути. Эта иншая новинка вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.cvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гаммоля. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова